На сегодняшней расширенной ассамблее отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Харьковской области были подведены итоги 2019 года и определены основные направления дальнейшей работы. Ключевыми моментами в деятельности отделения в минувшем и в нынешнем году остаются поддержка ведущих спортсменов региона в подготовке к летней Олимпиаде в Токио, проведение олимпийских уроков, развитие массового спорта, борьба с допингом, пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения. Также будет продолжена работа по увековечиванию памяти прославленных харьковских спортсменов. Организатор спорта уже надо смотреть сегодня, сделать условия для нормального завершения этого олимпийского цикла. И второе, уже смотреть на игры Парижа 24-го года, 22-го года на зимние олимпийские игры в Китае и на 28-й год, на Соединенные Штаты Америки, где будут олимпийские. Для того, что мы берем на себя обязательность, чтобы спортсмены Харьковской области как минимум были представлены в летних олимпийских играх 30-35 человек. Потому что это наша обязанность перед Марией Кондратьевной Гороховской, которая в 58-м году завоевала 2 золотых и 5 серебряных медалей. И до сих пор это достижение женщины-спортсменки на одну олимпийские игры не побито никем. Вот к чему мы должны стремиться. Вот эти вопросы стали сегодня краеугольным вопросом работы нашего отделения. И мы на себя берем такие обязательства, чтобы продолжить эти олимпийские традиции. Специальную награду лучшему спортсмену декабря на сегодняшней ассамблее получил 17-летний тяжелый атлет Олег Николаенко. Воспитанник Харьковского профессионального колледжа спортивного профиля завоевал на юношеском чемпионате Европы в Эйлате серебряную медаль в рывке, веся до 89 килограммов и установил в этом упражнении рекорд континента 154 кило. Благодарностями от городских властей НОК Украины и областного отделения были награждены руководители региональных спортивных организаций, спортсмены и тренеры.